Здравствуйте! Вы смотрите StopFakeNews, выпуск опровержения неправдивой информации о событиях в Украине. Последние две недели российские СМИ заявляют о эскалации конфликтов в Донецкой и Луганской областях военными силами Украины. Событие в Марьинке и будет посвящен этот выпуск. И хотя нарушение минских договоренностей обеими сторонами миссии ОБСЕ фиксировалось ежедневно, бои в Марьинке 3 июня стали одними из самых масштабных с февраля этого года. В этот же день в вечерних новостях Первого канала дали заявление лидеров боевиков ДНР о том, что провокацию начали антитеррористические силы Украины. Я считаю, что это провокация с украинской стороны и попытка объявить, что мы штурмуем Красногоровку и Марьинку. Мы только ведем оборонительные действия против украинской агрессии. Это срыв минских соглашений, попытка очернить в очередной раз ДНР. А также транслировали заявление Кремля о глубокой обеспокоенности в ситуации возле Донецка. Очередной виток вооруженного противостояния на юго-востоке Украины прокомментировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал миссию ОБСЕ установить объективную картину случившегося и назвать виновников нарушения режима прекращения огня. На следующий день, 4 июня, миссия ОБСЕ опубликовала отдельный отчет о событиях 3 июня в районе Марьинки, в котором говорилось о нарушениях минских договоренностей именно стороной ДНР. В отчете говорится, что уже начиная с 10 часов вечера вторника 2 июня наблюдатели специальной мониторинговой миссии, находящейся на территории подконтрольной самопровозглашенной ДНР, наблюдали движение тяжелой военной техники. В частности, танков, артиллерийских орудий, колонн БМП, военных грузовиков с зенитными пушками. На той же позиции миссия заметила около сотни исходящих выстрелов, примерно от 1 до 5 километров, северо-западнее от их положения, ближе к 5 утра. Но журналисты российских каналов решили проигнорировать этот отчет в своих выпусках новостей вовсе. И вместо официального документа международной миссии познакомили своих зрителей с якобы украденными секретными документами, которые опубликовал Киберберкут, организация с очень сомнительной репутацией. По их утверждению, им удалось взломать электронную почту главы украинских экспертов в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. В электронном ящике генерал-майора Андрея Тарана хакеры обнаружили письмо от сотрудницы американского посольства Татьяны Подобинской-Штык. К посланию приложены спутниковые снимки, которые свидетельствуют о нарушении Киевом договоренности об отводе тяжелых вооружений. Самое интересное, в опубликованном хакерами письме сотрудница американского посольства рекомендует украинскому генералу придумать, как скрыть технику от международной миссии ОБСЕ. Отправляю снимки, которые могут стать для вас серьезной проблемой. Подумайте, как это можно будет объяснить в случае, если они попадут в мониторинговую миссию. Посоветуйтесь с руководителем группы и продумайте план мероприятий, как это можно оправдать или выставить фальшивкой. Ранее они уже подделывали документы и переписки. Об этих фейках вы можете прочитать на нашем сайте. Среди новых секретных документов от Киперберкута странным выглядит скриншот якобы переписки должностных лиц Украины, которые подписались МЗС УРФ. Должно быть Министерство закордонных справ Украины. Можем только догадываться, что должна значить аббревиатура УРФ. Это все должно доказывать, что власти Украины не придерживаются минских договоренностей и накапливают тяжелую технику и оружие на линии соприкосновения. Но силы антитеррористической операции предупредили миссию ОБСЕ о том, что в связи с нарушением договоренностей стороной ДНР, они вынуждены были переправить технику к линии соприкосновения и воспользоваться ней. Далее в сюжетах на российском телевидении есть интересный момент. В программе «Время» 4 июня и на канале «Россия-24» в программе «Вести» подается противоречивая информация о последствиях обстрела Донецка. Рынок «Сокол» на окраине Донецка. Несколько часов назад он подвергся обстрелу. Осколки разбросало на десятки метров. По счастливой случайности никто не пострадал. Рынок временно не работал. Вот так теперь выглядит один из крупнейших рынков Донецка. Первые снаряды, выпущенные украинскими силовиками, упали сюда примерно в три часа дня. Самое пиковое время торговли. В это время здесь находилось более тысячи человек. 5 июня представители ДНР устроили пресс-конференцию, на которой выступил пленный военнослужащий ВСУ Роман Мащенко. Кадры пресс-конференции облетели все федеральные каналы России. В ней Мащенко подтверждает озвученную на российских каналах версию ДНР, что украинские силовики готовили провокации. Пол 5 утра 3 числа был произведен со стороны украинских сил по Марьинке по позициям ДНР артиллерийский удар. Позже подтянули технику и планировался прорыв ДНР в войск позиций, чтобы закрепиться на Петровке. Меня взяли при попытке штурма в плен. Потери с нашей стороны велики. С моей группы 2,2, один тяжелораненый, 3, а так по всему, это по всей Марьинке, примерно 200 человек, 2,0 и очень много, 3,0. Были сосредоточены такие силы. 28-я бригада сбройных сил Украины, 5 смежно-тактических батальонов. Также были и наемные войска нерусской национальности. Это такие, как чечены, грузины, наемники. Но есть видео с допросов этого бойца ранее, 3 июня, когда он только попал в плен. Мащенко заявляет совсем другое. То, что он не участвовал в боях, поэтому не знает потери ВСУ и о том, что приказов наступать и даже открывать огонь не было. Какой у вас приказ был относительно, если на вас нападают ваши действия? Наши действия – наблюдать и не вступать в провокацию. Не вступать в провокацию. А если на вас пошли штурмом? Все равно по приказу комбат. Доброе. Вам говорили, что если на вас пойдут штурмом, будет какое-то подкрепление? Не говорили. Сказали, если кто-то пьет, долазить операцию и действовать тогда по обстоятельствам. По ситуации, да? А после того, как его освободили из плена, заявил, что нужную боевикам ДНР информацию на камеру сказал после пыток. Но об этом на российском телевидении умолчали. Несмотря на заявление миссии ОБСЕ и основываясь на фейковых документах и свидетельствах данных после пыток, российские журналисты продолжают утверждать, что 3 июня именно украинские военные спровоцировали конфликт. Вы нас часто и много спрашивали о том, как проверять факты самостоятельно. И специально для вас мы на нашем сайте открыли новую рубрику. Она называется «Инструменты», и в ней мы будем делиться программами и прочими хитростями, которые используем в нашей повседневной работе. В рубрике мы будем публиковать материалы по теме, а также дважды в месяц там будут появляться наши собственные материалы о способах и методах проверки фактов. Так, свежим руководствия Тараса Назарука о том, как искать информацию о фотографиях. Вы узнаете, как определить местоположение объекта с помощью поиска похожих изображений в Google или Тинай. С помощью сервиса Photoforensics узнать, было ли изображение отредактировано и другие практические тонкости проверки фактов. Это был выпуск «Стоп фейк ньюз». Комментируйте, ставьте лайки и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Присылайте нам на почту или через форму сообщить о фейке, информацию, которую стоит, на ваш взгляд, проверить. Вы можете перечислить средства на наш счет, которые находятся на нашем сайте в разделе «Поддержать проект». Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»